МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа о книжной полке и ее ведущая Полина Митрофанова. После праведной кончины святителя Феофана Затворника, наступившей в 1894 году, в духовных изданиях тех лет стали печататься его письма, исполненные глубокой мудрости и духовного опыта. Главным журналом, который обогащал всех этим духовным сокровищем, являлось душеполезное чтение, любимое некогда самим почившим святителем. Впоследствии из всей напечатанной переписки святителя было выбрано самое важное, что составило книгу, которая после не раз переиздавалась. И одно из последних изданий сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Ценный путеводитель по письмам святого архипастрия был выпущен издательством «Правила веры» и называется «Мудрые советы святителя Феофана» из Вышинского затвора. В первую часть данной книги вошли «Мудрые советы святителя Феофана» из Вышинского затвора. Эти советы были составлены в начале XX века протеереем Алексеем Бобровым по письмам Преосвященного Феофана. Отец Алексий в 60-х годах XIX века учился во Владимирской духовной семинарии, а Владимирскую кафедру в то время возглавлял святитель Феофан Затворник. Этот святой отец произвел неизгладимое впечатление на будущего священника. В 1865 году святитель Феофан начал издавать журнал «Владимирские епархиальные ведомости», в которых впоследствии периодически публиковались работы отца Алексея Боброва. Там же впервые были опубликованы и мудрые советы святителя Феофана. Как отмечают издатели, целью этого труда было систематизировать наставления святителя, распределить по тематическим разделам советы, рассредоточенные по разным письмам, сохранив их задушевность и доступность. Составитель выбрал из частной переписки святого архипастеря самое существенное. Это поистине мудрые, проверенные опытом духовной жизни советы святителя, главным образом о молитве, о мирской жизни, о борьбе со страстями, о скорбях и надежде на Господа. Каждому разделу предпослано краткое предисловие составителя, в котором конкретизируются частные вопросы, а также показывается применение советов святителя к различным обстоятельствам повседневной жизни. Так, например, предваряя раздел о молитве, отец Алексий пишет, «В ряду многих религиозных предметов, по которым преснопамятному святителю Феофану приходилось вести переписку из Вышинского затвора с разными лицами, первое место занимает молитва, и это вполне естественно. По определению великих христианских подвижников и отцов церкви, молитва – дыхание жизни нашей. Иначе сказать, молитва в духовной жизни человека есть то же, что и естественное дыхание в нашем телесном организме. Человек продолжает жить, пока в его теле совершается дыхание. Дыхание прекращается, жизнь угасает, и тело становится трупом. Так точно и наша душа, как говорит Златоуст, без молитвенного обращения к Богу мертва и бездыханна. Вот почему у святителя Затворника мы не встречаем почти ни одного письма, в котором бы он, так или иначе, не касался этого столь важного пункта духовной жизни. Первая рубрика, которую предлагает нам составитель, называется «В чем состоит сущность молитвы?» Об этом святитель Феофан пишет. «К большинству молящихся из нас, кажется, ничего вернее нельзя применить, как то, что некогда сказал Господь в обличении фарисеев. «Приближаются мне люди сии усты своими, и истинами чтут мя. Сердце же их далеч отстает от меня, всуи же чтут мя». В самом деле, что наша молитва? Одно наружное, большей частью без мысли и чувства, вычитывание языком чужих молитвенных слов, которые на память и вдобавок не всегда безошибочно затвержены нами в детстве на домашних или школьных уроках. При этом нет у нас неясного сознания того, перед кем мы предстоим, произнося то или другое молитвословие. Ни сердечного чувства, которым бы одушевлялась наша молитвенная речь. Прибавьте к этому чисто механическое, большей частью без меры учащенное и торопливое метание поясных и отбивание земных поклонов, как это наблюдается нами при совершении молитвы простолюдинами, и более чем небрежное виляние рукой вместо истового изображения на себе крестного знамени, как молится большинство так называемых у нас людей образованных. Вот и вся наша молитва. Проявляет ли себя в этих внешних действиях хотя бы чем-нибудь наша разумная христианская душа? А ведь молитва, собственно, есть наша благоговейная беседа с живым Богом, так сказать, непосредственное лицом к лицу общение нашего бессмертного духа со своим Творцом. Кроме того, жаждущие духовного питания читатели найдут здесь размышления святителя на следующие темы. Как приготовлять себя к молитве? Как представлять Бога, стоя на молитве? Необходимые условия для благоуспешности молитвы? Как достичь того, чтобы молитва сделалась необходимой для нас потребностью? И другие вопросы, касающиеся молитвенного предстояния христианина перед Богом. Ответы на эти и другие вопросы раскрываются с надлежащей полнотой, потому как святитель Феофан считает молитвенный труд самым первым из всех дел. Вторая часть книги составлена уже в наши дни любителями и знатоками творений святителя Феофана. Это краткая симфония, содержащая наиболее значимые цитаты из писем святого архипастыря по предметам, расположенным в алфавитном порядке. Она призвана дополнить развернутые статьи на разные темы в первой части издания. Так, если мы продолжим тему о молитве, о которой говорится в первой части книги, то и здесь найдем раздел, посвященный молитве, и прочитаем в частности следующее наставление святителя. Молитва – самое действенное средство в духовной жизни, и вместе мера ее. Потрудитесь так делать, перед молитвою всегда подумать о молитве, что она и к кому относится, и какова должна быть. Подумать и втянуть чувство сердца в молитвенную область благоговеенства, упования и преданности Богу. Вы прочитываете молитвы утренние и вечерние. Прекрасно. Но совершаете свое молитвословие неспешно, всегда сопровождая слова, мыслью или выражаемую, и напряжением на то чувство сердца. Вы часто всем делаете уступку. Положите от сели не уступать ни на волос, и нудить себя всячески, чтобы за словом шли мысль и чувства. Без этого молитва вкуса не имеет и не привлекает. И еще, дело молитвы, говорит святитель, есть первое дело в христианской жизни. Молитва – дыхание духа. Есть молитва – живет дух. Нет молитвы – нет жизни в духе. Стоять перед иконою и класть поклоны не есть еще молитва, а только принадлежность молитвы. Читать молитвы на память или по книжке, или слушать их – не есть еще молитва, а только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждения ее. Сама молитва есть возникновение в сердце нашем одного за другим благоговейных чувств к Богу. Чувство самоуничижения, преданности, благодарения, словословия, прошения, сокрушения, покорности воли Божьей, усердного преподания. Вот это все и есть молитва по учению святителя Феофана Затворника. В этой книге собраны наставления святителя Феофана на различные духовные и житейские проблемы, извлеченные преимущественно из его сочинений и писем, написанных в годы затворничества духовным детям и другим лицам, обращающимся к нему за наставлениями и молитвенной помощью. Спектр освещаемых вопросов и недоумений очень широк, и читающий наверняка найдет здесь для себя множество душеполезных познаний. Мы надеемся, что эта книга займет достойное место в личных библиотеках наших читателей, а также сослужит добрую службу православным пастырям церкви. В ней они найдут решение многих вопросов, на которые им ежедневно приходится отвечать посомам, ищущим руководство в духовной жизни. Ну а наша передача, дорогие друзья, на этом подошла к концу. Мне осталось напомнить вам, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках. А я с вами прощаюсь и желаю вам приятного и душеполезного чтения.